Итак, традиционная тема. Не рассчитал с количеством девайсов. У нас с вами изменения в этом году произошли серьезные в первой части гражданского кодекса и в четвертой части гражданского кодекса. Какие основные моменты надо отметить? По первой части кодекса у нас следующие поправки прошли. У нас виды юридических лиц поделились на две категории – корпоративные, их теперь официально называют корпорации, и унитарные. Любые общества и так далее являются теперь корпоративными компаниями. То есть можно говорить про свою маленькую ОООшку – мы корпорация. Это так в ГК записано. Исключаются такие виды обществ, как общество с дополнительной ответственностью? Я думаю, что, наверное, вряд ли вообще-то здесь в аудитории многие слышали, что такое общество существует вообще, общество с дополнительной ответственностью. И ЗАО пропадает как категория. Не будет у нас теперь закрытых акционерных обществ. Будут акционерные общества. Те, которые из них являются публичными, те будут обязаны написать у себя в названии «публичные». Все остальные как бы остаются закрытыми, но не называются закрытые. А как это будет? Публичное акционерное общество? Будет публичное акционерное общество. Компании, созданные до 1 сентября 2014 года, не обязаны переименовываться. А публичные имеются в виду на бирже котируются? Публичные, те, которые котируются на бирже, у которых акции, либо иные ценные бумаги, которые можно обратить в акции, обращаются на рынок ценных бумаг по законодательству России. Хорошо. Устав. Это теперь будет единственный учредительный документ у любой компании. Теперь не будет такого документа, как учредительный договор. Смешанная реорганизация появляется. Появляется возможность не делать несколько этапных реорганизаций. Например, одну компанию мы хотим разделить на две, и при этом одну из полученных компаний присоединить к третьей. Раньше, чтобы это сделать, нужно было пройти несколько этапов. Сначала одну разделить, создать два разных общества, а потом то, которое отдельно создалось из этих двух, присоединить к третьей компании. Теперь появляется возможность весь цвет таких реорганизаций сделать в один ход. С 1 сентября эта опция работает. Я знаю коллег, которым это было в свое время интересно. Как минимум, это меньше затрат и меньше времени на процедуры. Уточняется порядок исключения недействующих юридических лиц из госреестра. У нас с вами существует сегодня даже такое законодательство, которое говорит о том, что если компания в течение 12 месяцев не представляла налоговую отчетность, и хотя бы по одному из ее банковских счетов не было движения в течение двух лет, то тогда такую компанию из госреестра просто исключают. То есть вы не ликвидированы, как юрлицо, а исключены из госреестра. То есть с вами все равно работать нельзя. Есть у меня коллеги, которые попались на этом. Они компанию вроде как держали для того, чтобы потом, когда понадобится, можно было с ней работать, и забыли нанять бухгалтера, который будет сдавать отчеты. Вот получили уведомление о том, что их исключили из госреестра. Теперь это будет записано прямо непосредственно в Гражданском кодексе. Что еще? Появляется такая практика, как корпоративные договоры. То есть это договоры о том, как будут учредители управлять компанией, как они будут делить доходы. Не обязательно по долям это возможно делать теперь будет, а это будет сделано так, как написано в этом корпоративном договоре. Можно договариваться о том, кто и как должен голосовать, кто должен голосовать с учетом мнения какого-то другого акционера, с учетом мнения какого-то независимого лица, который будет, в общем-то, тогда считаться аффилированным. Но появляется возможность голосовать не только 20% своей доли, а голосовать так, как написано в этом корпоративном договоре. И это уже вступило в силу? Это с 1 сентября вступает в силу. Обалдеть. Дальше. Неденежная оценка вкладов. Если раньше у нас разрешалось вносить вклады неденежными средствами до 20 тысяч рублей, то теперь такая опция пропадает. Если вы хотите потертый стул внести в уставный капитал, понадобится идти к независимому оценщику в любом случае. Оплата уставного капитала. С 1 сентября вступает новое правило. 3 четвертых уставного капитала надо заплатить до госрегистрации, а остальное можно заплатить в течение года, если иные нормы не будут установлены специальным законодательством. У нас с вами не так давно, я об этом пост в Фейсбуке делал, поменялось законодательство для ООО, самая популярная форма. У нас сейчас при регистрации ООО необязательно оплачивать его уставный капитал до этой госрегистрации. Совершенно неважно, у вас оплачен он или нет. Вы идете, регистрируете компанию, и ни рубля еще уставного капитала не внесли. Это законно. Но другая норма там же появилась, что оплатить полностью уставный капитал нужно в срок не позднее 4 месяцев. По старому было год. 4 месяца теперь норма действует. Вот это то, что я сказал для ООО, это уже действует, и обратите на это внимание. Ну и это что касается первой части гражданского кодекса. Все эти изменения, я на слайде написал, вступают в силу с 1 сентября. Ну вот про ООО, последний пассаж, он уже работает. В четвертую часть гражданского кодекса. Нам она с вами особенно интересна. На самом деле я здесь постарался привести наиболее популярные, наиболее интересные, но вообще четвертая часть кодекса очень сильно переписана. Все, что касается интеллектуальной собственности, прав на интеллектуальную собственность, видов договоров и так далее. Рекомендую повнимательнее всем вам познакомиться. Вступает в силу с 1 октября 2014 года. Что там есть интересного? Ну, во-первых, появляется возможность заключить соглашение между рядом правообладателей, которые обладают совместным правом на какой-то объект. Ну, несколько правообладателей у одного объекта. Появляется возможность между ними заключить соглашение о том, как распоряжаться этими объектами, как их сдавать в пользование, как отчуждать эти объекты и так далее. Доходы от распоряжения и от предоставления в пользование будут делиться в равных долях. Появляется новшество, регистрироваться будет не сам договор, а факт отчуждения, либо залога исключительных прав. Сейчас, если вы хотите исключительные права отчудить, как говорят юристы, то есть передать полностью от себя, продать по-русски, то вы должны зарегистрировать этот договор в государственных органах. И на сегодняшний день коллизия такова, что пока договор не зарегистрирован, у вас ничего не случилось, ничего не произошло, хотя времени может пойти на регистрацию много. Но при этом теперь поправка принята, и с 1 октября будет регистрироваться не договор, а факт. Что это значит? Если договор не зарегистрирован, то он считается недействительным. Правило такое. Вот оно перестает работать. Договор будет считаться действительным. Но при этом не состоялся сам факт. То есть никто не будет оспаривать, что этот договор в принципе существует. Потому что если мы возьмем сегодняшнюю ситуацию, если вы такой договор заключили, но он еще не зарегистрирован, то считается, что между вами вообще нет никакого договора в принципе. То есть это бумажка, которую можно выбросить. Понятно, что это не так. Договор вы подписывали, и по нему хотите работать. Появляется такая интересная конструкция. Правообладатель теряет право самостоятельно использовать тот объект, который он отдал по исключительной лицензии кому-то на время. То есть сегодня, если вы владеете каким-то правом и хотите кому-то дать лицензию, вы даете не исключительную лицензию. Если вы даете исключительную лицензию, то тогда возникает вопрос, а вы сами потеряли право использовать этот объект или нет. Это прописывается в договоре. В кодексе гражданском ничего на этот счет не сказано. И судебные споры, большое число идет о том, что имею ли я сам как собственник право пользоваться этим своим объектом, если я кому-то отдал его на время по исключительной лицензии. С 1 октября будет в кодексе прямо написан запрет самому правообладателю использовать это параллельно тому договору. Если только в самом договоре этот запрет не будет снят. То есть это допускается, что правообладатель будет иметь право использовать. Но это нужно написать явно. Если вы этот момент упустите, то вы потеряете это право. Появляется так называемая открытая лицензия. Я думаю, не надо объяснять, что это такое. На сегодняшний день законодательство наше вообще не понимает, что такое открытые лицензии. С 1 октября это будет понятно. Есть блок статей прямо по поводу открытых лицензий. Основная проблема, которая решается как минимум, что предоставление открытых лицензий производится, как правило, безвозмездно, а эта сделка, получается, вроде как не совсем соответствует статье дарения, поскольку между коммерческими организациями безвозмездные сделки не разрешаются. И это всегда вызывало бурю вопросов. Кстати, здесь же, скажу, еще появилось изменение такое. Вот та норма, про которую я сейчас сказал, о договоре дарения, что между коммерческими организациями не может быть безвозмездных сделок, эта норма в отношении лицензий и прав на объекты авторские будет изменена. И с 1 октября она будет звучать по-другому. Не разрешается безвозмездно отчуждение между коммерческими организациями прав, то есть когда одна сторона теряет, а другая получает. Вот это не разрешается. И не разрешается предоставление безвозмездной лицензии исключительной на весь мир. Вот такое вот останется. Но между коммерческими организациями другие виды передачи лицензий могут происходить в том числе и безвозмездно. Мне не раз задавали партнеры вопросы, а вот есть там такая лицензия, вот мы ее вроде как у вас взяли, получается, что это безвозмездно. Так ли это? Что здесь сказать? Ну вот с 1 октября такого вопроса у нас не будет. Работодатель вправе использовать по неисключительной лицензии труды работника. Раньше было записано о том, что работодатель в зависимости от того, какую цель он ставил в служебном задании, когда работник делал этот объект авторского права, он будет использовать работодатель так, как ставил цель себе использовать. Теперь эта норма уходит, и написано о том, что работодатель вправе использовать в том порядке, в тех пределах, и такими способами, за то вознаграждение, размера которого и порядок, и все это должно быть указано в договоре между работодателем и работником. Если раньше можно было одной фразой написать, что все авторское вознаграждение работнику за созданные им объекты авторского права включено в заработную плату, и это вроде как еще более-менее, ну скажем так, прокатывало, то сейчас такая норма в принципе будет уже незаконно. Должен будет быть обязательно отдельный договор с 1 октября. Имеется в виду по вновь создаваемым объектам. И появляется еще к договорам присоединения так называемые оберточные лицензии, когда лицензия или текст ее должен быть написан на экземпляре программы, появляется еще возможность в электронном виде заключить вот такой вот договор присоединения. То есть не обязательно это должно быть на самом экземпляре программы или на упаковке. Это может быть электронный вид. Честно говоря, здесь есть много вопросов с этим связанных, но более детально вы посмотрите сами. По интересному моменту хочу отметить вот что. Мы чаще и чаще сталкиваемся с иностранными работниками, и вот у нас с вами для сферы IT с 24 июня, вот буквально пару дней назад, вступило в силу изменения в законодательство. Если наш с вами работник попадет иностранный под категорию высококвалифицированного иностранного специалиста, то тогда у нас есть ряд льгот и преимуществ. Разрешение на работу получить он должен в любом случае, но они ему выдаются без всяких квот, то есть у нас есть квоты на те или иные отрасли, на те или иные специальности. Если вы, например, по квоте не подходите, то вам разрешение такое не дадут, и привлечь вы его не сможете. Для вот этих вот видов работников, для ВКС, коротко если, для них не требуется квотирование. Но смотрите, предпоследняя строчка, зарплата не менее 1 миллиона рублей в год. Если такой высококвалифицированный специалист у вас будет получать по контракту не меньше миллиона в год, то на него вот это будет распространяться. А это сумма с налогами? Это сумма, которая ему начисляется, то есть это зарплата и подоходный. Сюда взносы, которые сама компания платит, не входят. Кроме того, ему можно неограниченное количество раз продлять разрешение на работу. Разрешение на работу дается, как правило, на 1 год, в этом случае разрешение дается сразу на 3 года. И плюс ко всему, вот этим вот специалистам такие же самые условия для их семей, которые вместе с ними могут сюда приехать. Больной вопрос по поводу кассовых операций. Что могу сказать? Мы радуемся. С 1 июня у нас вступил в силу новый порядок ведения кассовых операций. И этот порядок предусматривает, что требования по установлению лимита наличных в кассе не применяются, теперь могут не применяться индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства. Кассовая книга и кассовые документы чипист тоже может перестать делать вот с 1 июня. Это совершенно новый документ, новые правила. То есть смотрите, у нас теперь ни лимит наличных, ни кассовая книга, ни кассовые документы для предпринимателя вообще можно не делать. Ну а если вы субъект малого предпринимательства, я думаю, что мы здесь все субъекты малого предпринимательства, критерии видите, 100 человек, 400 миллионов выручка. Есть один только скользкий критерий, который надо проверить, чтобы в вашем уставном капитале доля других юрлиц была не больше 25%. Если эти вы критерии соблюдаете, то посмотрите, вы лимит наличных в своей кассе можете не устанавливать. То есть это значит, сверхлимитной налички у вас нет, потому что лимита у вас нет, и вы можете ее не сдавать в банк. Достаточно много было вопросов у предпринимателей в прошлом году. Зато есть другая засада. Называется она специальная оценка условий труда. Если кто помнит, раньше у нас с вами должна была быть проведена сертификация, точнее аттестация рабочих мест. Из-под этой аттестации рабочих мест многие пытались кое-как выплыть. Почему? Потому что аттестовать рабочие места нужно было там, где работники работали на неблагоприятных рабочих местах. И вот эти неблагоприятные рабочие места изначально мы с вами сами определяли. Ну, например, с компьютерами работа, если более 50% рабочего времени, нужно было обязательно эти рабочие места аттестовывать. Что делали те, кто работает с компьютером, но не профессионально? Например, тот же бухгалтер. Прямо в инструкциях должностных, в обязанностях записывают себе. о том, что половину рабочего времени он работает на счетах, еще там одну треть времени работает на калькуляторе, и только вот там оставшаяся работает на вычислительной технике. Таким образом, говорили, что не нужно это рабочее место аттестовать. И все замечательно. То есть офисные работники из-под аттестации практически выводились полностью. Ну, с программистами сложнее. Хотя я слышал таких товарищей, которые говорили, он на бумаге код писал. С тем, чтобы облегчить малому бизнесу вот эту проблему аттестации рабочих мест, государство ввело специальную оценку условий труда. Но только вот под нее попадают все. Вообще. Независимо ни от чего. И главбух, и директор, и уборщица все попадают под аттестацию рабочих мест. Кроме разве что, это не касается надомников и дистанционных работников. Вот с ними, ну, было бы странно прийти к нему домой и аттестовывать его рабочее место. Что еще? По поводу вот этой спецоценки. Во-первых, всех надо, все рабочие места проводить эту спецоценку. Если вы вдруг в прошлом году или раньше еще провели аттестацию, то тогда до окончания срока той аттестации вам эта спецоценка уже не нужна. Заменяет вот эта спецоценка, заменяется результатами той старой аттестации, если вы ее делали. Костя, вот, ну, я не сделал. Сейчас про это как раз. Если раньше не требовалась аттестация, то спецоценку провести все равно надо, а если вы ее не сделали, то тоже ее провести надо. То есть, либо она не была нужна, либо вы ее не сделали. Провести ее надо. Что здесь? Здесь есть замечательное правило, которое переходный период установило. У нас по обычным рабочим местам такую аттестацию нужно, простите, спецоценку, нужно провести не позднее 31 декабря 2018 года. То есть, сейчас прямо вот метнуться и бежать делать эту спецоценку не нужно. Если к вам приходят всякие специалисты, которые вас терроризируют этим и предлагают, что вот мы вам там подешевле сделаем, их самих только недавно допустили на этот рынок, у них у самих только недавно появилось положение о том, как проводить эту спецоценку. А они уже с января месяца понаспецоценивали. Так вот, если у вас все-таки есть вредные рабочие места, по поводу вредных специально отмечу, под вредными я здесь понимаю только те, кто имеет право на досрочную пенсию. Всякие газосварщики и так далее, и так далее. Вот по ним нужно сделать как можно быстрее, потому что будет плохо. И вот зелененьким я выделил, расходы на эту спецоценку можно возместить из фонда социального страхования. Если вы до конца июля месяца например такую работу проводите, то фонд социального страхования в этом году рекомендует до августа подать документы и возместить прямо из фонда эти суммы, потраченные на проведение спецоценки. Правда, есть одно но. Вам живыми деньгами не выплатят, вам разрешат не платить в этой сумме взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Это 0,2% от зарплаты. То есть вот эту сумму вы сможете сэкономить. Утешительно звучит. Пока только в этом году. Да, что светит, если… Во-первых, смотрите. Сейчас узнаем. У нас делали аттестацию. У нас аттестация есть, да, еще старая, поэтому мы спокойны. До 31 декабря 2018 года такой обязанности, то есть к вам приходят завтра и говорят, вот вы не провели эту спецоценку, да, проведем 30 декабря 2018 года. Все, это ответ. Если же вы попадаете, но я не думаю, что у вас есть кто-то с льготными пенсионными стажами и так далее, если уже попадаете, то тогда это 50-80 тысяч рублей штрафа на организацию и на директора, по-моему, порядка 10 тысяч рублей штрафа. Это проверяет трудовая. Еще один момент хотел рассказать про закон об учете, об изменениях, которого мало кто знает. У нас с вами всегда считалось и до сих пор считается, что за бухгалтерию отвечает бухгалтер, поэтому вот и документы он сам там, надо ему документы, ну пусть бегает, собирает или еще что-то там делает. И в законе об учете так и было, что ответственность нес бухгалтер. Так вот, у нас с вами было изменение внесено 357-м законом, по которому работник, то есть то лицо, которое отвечает за вот этот факт, случившийся в вашей хозяйственной жизни, вот этот работник несет ответственность за своевременную передачу документов в бухгалтерию, и именно этот работник несет ответственность за достоверность данных, которые в этом документе отмечены. Когда меня спрашивают работники сами же говорят, ну и что, где там эта ответственность прописана? Все замечательно, как это сказать, линкуется. В кодексе об административных правонарушениях есть штраф на руководителя, главного бухгалтера или другое лицо, ответственное за нарушение правил составления отчетности. Если отчетность составлена с искажениями, а если вы какой-то документ не донесли в бухгалтерию, то она составлена с искажениями, то тогда штраф на директора и на главного бухгалтера, либо на то лицо, которое несет ответственность за вот это искажение. Вот этот линк отсюда, это будет ответственность передаваться на того работника, который не донес этот документ. Одно но, это должно быть формализовано в компании, а именно существует такой документ, который называется график документа оборота. Вот там написано должно быть, в какие сроки, какие виды документов, кто приносит в бухгалтерию, ну и так далее. И плюс ко всему, с бухгалтера, который раньше сидел за то, что в документах были неправильно показаны какие-то цифры, теперь бухгалтер эту ответственность не несет, потому что за достоверность данных в этой бумажке он не отвечает. Ну это большой прорыв на самом деле для бухгалтеров, они очень сильно аплодировали, когда это все-таки приняли. С 96-го года бодались, а сидеть приходилось. Вот теперь, теперь это проще стало. Бухгалтер, он не несет ответственности, теперь прямо записано, за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов тем фактам жизни, которые на самом деле произошли. То есть принес работник в бухгалтерию документ на левые расходы, левый больничный, ну и так далее. Слушай, ну это очень большое изменение, тебе стоило на портале написать у нас, как минимум. Я об этом напишу как раз вот после партнерки. это много чего поменяет. Я на портале просто хочу написать вместе со всякими возможными видами ответственности, которые из этого выникают. Только не сильно кошмарят, а то тебя как послушаешь, потом сразу хочешь стать и выйти. Так, теперь та информация, которую я на самом деле думал представлять вам сейчас здесь или нет, у нас с вами со следующего года будет действовать новый классификатор видов экономической деятельности, он справа. На самом деле он уже действует. Он юридически введен в действие с 1 февраля 2014 года, с правом применения досрочно с 1 января 2014 года. Что отсюда следует? Ну, в первую очередь отсюда следует, что все наши уставы, которые содержат перечень видов деятельности, все наши игрюлы и так далее, придется корректировать. Автоматом это не как изменение из одной группы в другую, то есть никто автоматом за нас это не изменит. Что здесь хочу сказать? Украина прошла где-то год до два, по-моему, назад такой же переход. Этот классификатор, который новый, он разработан специалистами ООН, то есть он практически, вот возьмите классификатор в Казахстане, возьмите классификатор в Украине. Вот мы к нему пришли. Наш старый классификатор был плохой. Только не для нас с вами. Потому что вот код 72-го вида деятельности, используя вычислительные техники информационных технологий, был настолько непонятен, что под него можно было много чего попытаться впихнуть. не отвечая на вопрос, а попадает ли под 72-й код продажи лицензий, я не могу ответить на этот вопрос, потому что ответы даже Минэкономразвитие дает разные, в зависимости от того, как вы спросите. То теперь, посмотрев на новый код, новые коды, у нас с вами что появляется? Ну, копирование записанных носителей появляется, то есть это явно не интернет какая-то продажа, это явно продажа носителей и ваша деятельность это вы массово тиражируете эти носители, то есть вы фабрика граммпластинок, издание компьютерных игр или издание прочих программных продуктов, вот игры они выделили в отдельную, а все остальное это и системы операционные и любые другие бизнес-приложения софт, все это входит в издание прочих программных продуктов. Под изданием понимается выпуск на рынок программных продуктов, разработанных для этого рынка за свой 62.01.02.03 похоже на 72, но 62 код, разработка компьютерного ПО, там есть такая нехорошая какая-то приписка по контракту за вознаграждение, то есть это не когда вы делаете какой-то массовый продукт, а когда вы разрабатываете кому-то конкретно по контракту за определенное вознаграждение, вот тогда это попадает под код вида деятельности 62. Интерактивное предоставление ПО, то, о чем сейчас много думаем, это отдельный вид деятельности, вообще в отдельном разделе, это как бы СААСы, в 63-м, это СААСы, это и хостинги, и там есть более подробные расшифровочки, то есть все уходит вообще в 63-й вид деятельности, это что-то типа связь и тому подобное. А нельзя все в прочую деятельность свалить? Там прочее прямо тоже записано, что это я здесь привел очень коротко, чтобы вместилось на слайд. Для чего я вам это все рассказываю? Если кто-то из вас пользуется льготами, которые даются по страховым взносам, например, для сферы деятельности IT, если кто-то зарегистрирован, имеет госаккредитацию айтишную, имейте в виду, что со следующего года умрет старый классификатор, мы по нему пока еще работаем, ни один госорган еще пока к нему не готов, ни Росстат, ни ФНС, никто пока, я задавал вопросы, все были вот так удивлены, я говорю, подождите, я хочу подать коды новые, классификатор действует, зарегистрируйте мне виды деятельности по новому коду, но естественно налоговый говорит, мы не можем, у нас справочник в нашем обеспечении программном, такого сейчас нет, к следующему году они разберутся, я боюсь, что пенсионный фонд будет разбираться очень внимательно в отношении льготы по страховым взносам, поэтому каждый свой вид деятельности, свой вид бизнеса, который у вас есть, просмотрите, я сам еще буду над этим тоже думать, у нас есть тоже много внутренних вопросов по этому поводу, и то, как на партнерскую сеть транслировать, передача лицензии, оказание услуг по разработке, неразработке и так далее. Я сначала сказал, что я думал выносить этот слайд сейчас или нет, я решил вам дать информацию, но решение я пока вам сейчас никакого дать не могу, мы сами находимся в стадии изучения вопроса. Вот, это то, что я хотел по поводу классификатора предупредить, то есть сейчас до конца года действуют оба, и старый, и новый, но новый де-факто просто технически не применяется. С 15-го года старый классификатор помрет. По электронному документу обороту, я в дополнение к Наташе Грихиной по поводу афилиатской программы хотел сказать, что я вчера общался с коллегами, и они мне, так скажем, открыли в общем-то глаза на то, что 1С TaxCom и TaxCom это в принципе один и тот же провайдер электронного документа оборота, и если вы пользуетесь либо одним способом передачи этих документов через веб-портал, там TaxCom файлер или еще как-то называется, либо вы пользуетесь напрямую из программы 1С бухгалтерия какой-либо редакции, где стоит 1С TaxCom, это оказалось одно и то же. По факту и в связи с этим любые вариации отправки документов через документооборот оператора TaxCom можно принимать. То есть не только 1С TaxCom Здесь один оператор, поэтому он коннектится между собой две компании. Если же все-таки вы отправляете документы через другого оператора, то сейчас, к сожалению, роуминга нет между операторами, поэтому отправив этот документ через своего оператора, наша компания его не получит, кроме как ей надо идти регистрироваться там, пусть и бесплатно это происходит, но при большом объеме это практически нереально. Здесь у меня в принципе красивые слова. Вот снизу такая ссылочка сертисфера.ру Мне как-то название неблагозвучно кажется, но вот ребята как назвались. Я для чего это привел? Мне понравилось, что на этом портале есть хорошая подборка, ну энциклопедия, скажем так, что такое электронная подпись, какие виды у нее бывают, как ее получать, для чего использовать. Там есть очень хорошая вот такая вот очень подборка хорошая. И как получить, какие документы для этого нужно, то есть если кому интересно, посмотрите. Мы вообще в принципе планируем переходить на электронный документооборот с партнерами. Я уже не первый раз об этом говорю, но сегодня мне говорить об этом более приятно, чем раньше, потому что я узнал, что налоговики наконец-таки почти готовы подписать новый формат электронного вида документа. Сейчас есть акт и товарная накладная. Причем акт касается только услуг и работ. На наш запрос о лицензии туда по акту попадут либо нет, они сказали нет. Это не услуга, не работа, это лицензия, поэтому тем актом вы пользоваться не можете. И в итоге у нас не было форматного документа. Налоговики в июле месяце обещают уже выпустить в промышленную эксплуатацию формат упрощенного передаточного документа, универсального передаточного документа УПД. На бумаге его уже сейчас можно применять, а формата электронного нет. Вот они планируют его в ближайшие пару недель выдать на гора и по нему можно будет обмениваться в том числе по лицензиям. Поэтому давайте если у кого-то есть желание, давайте с вами начнем пока пробовать, потому что оказывается много технических загвоздок получается со временем передачи отправки файла, с датами, с форматами, много вопросов. Поэтому если кто-то хочет начинать, давайте мы потихонечку начнем слать нам запросы на почту, которую я здесь привел. Бух, собачка, дальше компания. И мы попробуем с вами пока в тестовом режиме начать, а как только выйдет форматный документ, мы перейдем на электронный документ оборот полностью. Ну и вот собственно у меня все. Давайте помучим Костю вопросами. Меня конечно впечатлило появление законодательных вещей, как это корпоративный договор. Это очень много всего меняет. На самом деле недостатки законодательства в целой части могут быть там нивелированы. У меня такой вопрос. Мы сейчас пользуемся электронной цифровой подписью в системе ведения бухгалтерии «Мое дело». Вот кстати поднимите, кто еще «Мое дело» пользуется. Популярная система, нет? Не очень, да? Хотел узнать, не планируете ли вы как-то нам облегчить? А кто пользуется продуктом компании 1С бухгалтерия каким-либо? Все? Спасибо. Спасибо. Вопрос. Огромное спасибо, Константин. Я не знаю, может быть у всех присутствующих есть крутые бухгалтера и юристы, а у меня есть Константин Коньков. Я приезжаю два раза в год послушать новости. Даже мы слушаем с удовольствием. Вопрос мой касается как раз этого. Давайте признаемся себе, что мы как профессионалы, производящие объекты авторского права, ничего не представляем о том, как его передавать, как можно, как нельзя, и какая бывает вообще ответственность за то, что мы неправильно его передали. Более того, юристы с клиентской стороны вообще ничего не представляют. И в принципе на рынке тяжело, если вообще возможно, найти людей, которые варятся в этой схеме и могут объяснить и грамотно составить. Константин, научите нас, голодранцев. Вы в этом понимаете. Типовой комплект документов. Тенденции, как ваши коллеги делают, какие-нибудь курсы, видео, я не знаю, вики, что угодно, но никто, куда не стучишься, никто не может доходчиво объяснить. А ведь на этом можно очень сильно попасться. Давай на зимнюю попробуем подготовиться. И не только потому, что, коллеги, не только потому, что вас там с оплатой кинут, а просто потому, что вы можете на себе лишнюю часть прав оставлять и потом вас за это может в том числе и государство нагнуть, насколько я понимаю, нематериальные активы и так далее. Дело даже, если вы привлекаете субподрядчиков, которые вам что-то разрабатывают, то вы потом не сможете доказать, что вот тот честно стыренный у кого-то объект, включенный в тот код, не вы сами написали, и это он должен нести ответственность, а отвечать по штрафам будете вы. Поэтому я знаю, когда доходит, конечно, до крайней степени осторожности, то есть, когда заказчик, принимая, например, тот же сайт, чтобы он был уверен в том, что не на него будет ответственность за нелицензионный контент, который туда попадет, он что делает? Он записывает это на болванку, фиксирует номер этого неперезаписываемого носителя, запаковывает в конверт, этот конверт с двух сторон пропечатывают, и если потом возникает спор, то именно вот этот запечатанный конверт приносится в суд, где в суде его распечатывают, и там говорят, вот здесь вот именно вот эта вот картинка есть, это вот эта зараза, мне ту картинку прилепила, а не я. Нет, я рассказываю то, как самые страшные случаи бывают, на самом деле вопрос хороший, предложение хорошее, скажу честно, у меня это предложение уже, наверное, года два как варится, я понимаю, потому что сам сталкиваюсь с такими же ситуациями, у нас пока просто не хватает, а, в стране нормальных юристов, которые в этом хорошо разбираются, и при этом они были бы не такие дорогие, как мне недавно цену сказали, и б, у нас самих своих ресурсов, чтобы сделать это прямо как какой-то курс, ну, пока тоже не столько по времени, тоже не хватает, поэтому будем стараться, что получится, посмотрим. Пацанов Андрей, Диев, я хотел спросить про IT-аккредитацию, вот эти, льготы налоговые, можно, да? Вот мы как ООО появились в январе, ну, естественно, у нас больше 90% от разработки сайтов доход, и людей у нас 10 человек, мы в этом году можем подать заявку на аккредитацию и начать применять льготную налоговую ставку? Можете, можете подать в этом году, на аккредитацию ходят, по-моему, порядка 30 дней, если наплыв, то там чуть дольше они работают, но учтите, что вы сможете применять льготную ставку только после того, как вы эту аккредитацию получите, то есть в том месяце, в котором вы ее получите, именно с этого месяца вы сможете начать применять пониженные ставки. Еще вопрос. Константин Динобрый, Василий, IT-сфера. Вопросик следующего характера, значит, про TaxCom мы говорили, есть основной конкурент у него, продукты компании Contour. Вопрос касается, собственно, необходимости покупки продуктов TaxCom при наличии уже подписки на Contour. Это одна система или это две разные системы? Отказываться от той покупать новую или они могут как-то друг с другом обмениваться? Обмениваться они, к сожалению, не могут, иначе бы у нас не было вот такого, скажем так, ориентирования именно на TaxCom. К сожалению, обмен между этими операторами до сих пор в зачаточном состоянии. Они пока не делают его. Несколько проектов ведут, но пока ни один не дошел до рабочего состояния. Никто из них пока не заинтересован, честно скажу, поэтому он не двигается. Мы не сможем получить от вас документ к себе в систему. Нам нужно будет заходить через веб-интерфейс в Contour, глазами смотреть или распечатывать, потом в свою систему руками вбивать, а при последующих проверках налоговой нам придется открывать интерфейс этого контура налоговому инспектору и показывать, что вот здесь вот есть этот документ. А когда мы через TaxCom делаем, у нас это автоматом валится, автоматом проводится, то есть это очень большая оперативность, и в архиве хранится, то есть мы там в любой момент можем открыть и показать. Поэтому мне вчера… Но вообще хотелось бы, чтобы они совместимы стали. Может быть, в этом году проекта появится, но пока нет. Артем Танон, который в 1С курирует этот проект, он сказал, пишите всем операторам, которых вы хотите вот так вот к себе подключить. Если будет большое количество запросов, то они для вас, может быть, сделают какую-то вот некую автоматизацию, затягивание вот этих электронных документов оттуда. Но проблема сложная как минимум потому, что там CryptoPro работает. Просто так взять и наплевать на криптографию не получится. Кстати, вопросик из онлайна. Принимаем оплату по картам через агрегатора Яндекс.Деньги. Нужно ли ввести кассу? Да есть ли такая касса? Нет. Кассу ввести не нужно. Яндекс.Деньги перечисляет на расчетный счет компании. Соответственно, налички нет, не нужно. Пожалуйста, задавайте. Включено, включено. Включено. Говорите микрофон. Я так понимаю, что разговор у 1СТАКСКОМ идет в плане использования их программного обеспечения для организации электронного документа оборота. А квалифицированное ЦП, сгенерированное другими уполномоченными центрами, продолжает действовать и в этой системе? Да, все правильно. Любая электронная подпись, которая у вас есть, если ваш бухгалтер отправляет отчетность налоговую с этой электронной подписью, она подходит. Отдельную для этого получать не нужно. Пожалуйста, Костя, вопрос. Я вообще удивлен. Мы его готовы отпустить раньше чуть-чуть. Спасибо большое, Костя. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты.